Здравствуйте! Спасибо, что вы с нами! В эфире программа «Это важно!» Как многодетной семье бесплатно получить земельный участок, обещанный государством? В большинстве европейских стран, в том числе и в России, многодетные семьи получают государственную поддержку от субсидий до налоговых льгот и снижения пенсионного возраста для матери. Например, во Франции в стране с самым высоким уровнем рождаемости уменьшают налогооблагаемую базу, так что семьи с четырьмя детьми практически не платят налогов. Аналогичная система в Германии. В Финляндии существует пакет для новорожденного, который государство дарит мамам. Он содержит все, что требуется ребенку в течение первого года жизни. В Чехии существуют льготы для рожающих женщин. Каждый рожденный ребенок уменьшает на год возраст ее выхода на пенсию. А вот противоположная ситуация в Китае, где государство с конца 70-х проводит жесткую политику ограничения рождаемости, выраженную тезисом «одна семья – один ребенок». Пара, проживающая в городе, может иметь только одного ребенка. В сельской местности можно иметь двух детей, но при условии, что первая рождается девочка. Тем, кто нарушит лимит рождаемости, грозит крупный денежный штраф. В России в каждом регионе страны есть льготы для многодетных семей. Одна из таких – выделение земельных участков, как для сельскохозяйственных нужд, это сад, огород и дача, так и для индивидуального жилищного строительства. Право на участки закреплено в земельном кодексе. Ключевые решения президент передал регионам. Кроме одного – земля выдается бесплатно. Главным остается письменное заявление, которое необходимо сдать в многофункциональный центр и несколько документов. В первую очередь – копию паспорта обоих супругов. Если нет одного из родителей, то это может быть одинокая мать или отец. Второе условие – регистрация не менее пяти лет на территории муниципального района Краснодарского края. Копия свидетельства о рождении троих или более детей и свидетельства о браке. Возраст одного из детей на момент подачи заявления не должен превышать 18 лет. 19 – для проходящих военную службу в армии. И 23 – для обучающихся в общеобразовательном учреждении по очной форме на бюджетной основе. При подаче заявления в заявлении необходимо указать конкретный адрес земельного участка, площадь земельного участка, местоположение земельного участка. На сегодняшний день в перечень публикуется кадастровый номер и адрес земельного участка. Поэтому, скажем так, в целях исключения каких-либо ошибок необходимо подавать заявление именно на конкретный земельный участок. Публикуются эти данные на официальном сайте администрации в разделе «Совет». Далее – решение совета. На рассмотрение заявления у местных властей уйдет от трех дней до месяца. В некоторых случаях заявители все же могут отказать. Основанием для отказа в получении земельных участков является наличие или наличие ранее предоставленных земельных участков на праве постоянного бессрочного пользования, на праве наследования, земельные участки по ДЖС, ЛПХ, садоводство, огородничество. К сожалению, в получении земельного участка отказывают и приемным семьям. Действующее законодательство установило, что приемные родители по отношению к приемным детям не приравниваются в личных и неимущественных или имущественных правах. Правда, есть надежда на то, что произойдут изменения. Владимир Путин в ходе прямой линии пообщался с семью Кузьменко из Краснодарского края, в которой трое родных и 12 приемных детей. Президент согласился с предложением матери семейства приравнять льготы приемных семей к льготам многодетных. По словам главы государства, это абсолютно справедливо. Путин пообещал дать соответствующее поручение правительству. Документы собраны, заявка подана. Семья Тетриных многодетная, у Инны трое детей. Живут все у бабушки в поселке Суко, но мечтают о своем большом доме. Заявление подала я месяц назад на получение земли именно в Пятихатках. Нам нравится там регион. Надеемся также быстро получить разрешение на строительство. Муниципалитет не только выдает многодетным семьям земельные участки, но и дает право выбора их месторасположения. 76 выделили в Пятихатках. На них уже поданы заявления. Есть и свободные земли в другом районе. На сегодняшний день у нас еще имеются свободные земельные участки в Суворово-Черкесске, на которые можно подавать заявления. Кроме того, в администрации ведется работа, учитывая наличие большого количества граждан, меньше трех и более детей, ведется работа по формированию земельных участков в Юровке, в Цибонобалке. Если на один участок подали заявления разные семьи, то преимущество имеет тот, кто первым отдал на регистрацию в МФЦ. В регистрационной карте видно и дату, и время приема документов. Многочисленным просьбам анапчан о помощи развития инфраструктуры в районах, где выдавались и будут выдаваться земельные участки, многодетным семьям – отличная новость. В инициативе мэра Анапы Сергея Сергеева в Краевую программу по обеспечению их инфраструктуры внесены пять земельных массивов. Поэтому дороги, свет, воду и газ будут проводить за счет бюджетов Края и Анапы. Данная программа начнется со следующего года. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова